МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Из мухи слона. В Тимиртауском обновленном парке рабочие убрали увядшие цветы, чтобы заменить их свежими. Горожане возмутились, заявив, что украшение было лишь декорацией к визиту высоких гостей. Молодая семья – основа будущего. В Караганде в рамках молодежного форума состоялось награждение победителей городского этапа конкурса Мириля Отпаса. Мама, папа, я – дружная семья. На парковой аллее, посвященной семейным ценностям, прошли праздничные состязания в честь Дня Семьи. Социальные сети заполнили скандальные видеоролики из Тимиртау. На кадрах видно, как рабочие убирают вазоны и горшки с цветами. Горожане заявляют, что сделано это было сразу после визита главы государства. Вот они, бюджетные деньги. Ролик сняли горожане, которые пришли отдохнуть в обновленный парк. Однако застали совсем другую картину. Рабочие выбрасывали цветы. В комментариях пользователи начали искать объяснение тому, почему Питунии настигла такая участь. Мнения разделились. Одни предположили, что цветы были всего лишь временной декорацией. Другие считают, что рабочие убирают завядшие цветы. Истина оказалась намного проще. Вазоны с цветами Тимиртаускому парку подарило управление парками Акимата Караганды. 7 сентября было решено заменить увядшие цветы на свежие. Седьмого вечера, где снят этот сюжет, уже седьмого вечера, ближе к вечеру, со стороны ТЮЗа. То есть два входа есть в парк, центральный вход и вход со стороны театра юного зрителя. Там вот эти вазоны на входе, там действительно некоторые, и некоторые были цветы, жухлые уже. То есть потеряли свой вид. В сентябре месяц, конечно, к концу сезона они теряют свой первоначальный вид. То есть спонсоры управления парками, они эти цветы, жухлые, убрали и заменили буквально в течение нескольких часов. В 22 часам вечера, вернее, 7 сентября, в 22 часам цветы уже были поменены, поменяли. И действительно, сегодня входные группы в парке вновь украшены цветами. Напомним, что восстановительные работы в Тимиртауском парке производились за счет внебюджетных средств. Первым результаты стараний меценатов оценил глава государства. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинской области стартовала уборочная кампания. По прогнозам, в этом году будет собрано порядка 900 тысяч тонн зерна. О ходе уборочных работ доложил на аппаратном совещании руководитель управления сельского хозяйства Санжана Пакашев. В нынешнем году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет более 800 тысяч гектаров. Урожай на зерновых ожидается не ниже прошлогодней, в среднем 11 центнеров с гектара. Валовый сбор зерна предполагается в объеме 903 тысяч тонн, в том числе пшеницы – 663 тысячи тонн. Будет собран хороший урожай картофеля – больше 230 тысяч тонн. Для проведения уборки урожая будет задействовано 2234 уборочных комбайнов. Из них 19 единиц было приобретено в этом году. 531 единица свальных сжаток. В связи с неблагоприятным погодным условием наблюдается неравномерное созревание зерновых. В этой связи рекомендуем провести и использовать раздельную уборку. По предварительным расчетам преддневной производительности всех комбайнов продолжение уборки урожая составит 20 рабочих дней. На проведение уборочных работ сельхозпроизводителям выделено 15 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива. По фиксированной цене – 169 тенге за литр. Кроме того, было объявлено, что в регионе обеспечены условия для хранения зерна. Для этого имеется больше 500 зернохранилищ, два лицензированных хлебоприемных предприятия. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялся форум «Молодая семья. Основа будущего». Участники получили возможность задать интересующие вопросы психологам и медиаторам. По завершению форума состоялась торжественная церемония награждения участников городского этапа национального конкурса «Мирилеот Паса». Иван и Валерия уже год как носят одну фамилию. Глава семейства преподает в школе, а его супруга учится в магистратуре. Участие в подобном форуме Чита Самородовых принимает впервые. Молодые люди с гордостью заявляют, что не конфликтуют. Отношения супругов складываются на доверии и взаимопонимании. Главное в семье – это любовь и взаимопонимание. То есть я знаю, что я в любой момент приду домой, меня там будет ждать моя супруга, содержит наш домашний очаг, где я знаю, что я с работы приду уставшую, что меня везде поймут, что мои проблемы услышат, помогут мне их решить. Следует отметить, что форум молодых семей проводится четвертый год подряд. В текущем году в нем приняли участие 23 семьи. Мероприятие проводится Молодежным ресурсным центром Караганды совместно с Молодежным крылом партии Нур-Отан. На форум были приглашены специалисты, которые знают все о личностном росте и разрешении конфликтов. Форум проводится в два этапа. Это у нас первая работа медиаторов и психологов, разрешение споров, конфликтов семейных, бытовых. И далее второй этап у нас проводится в виде консультативно-совещательной части. Пригласили представителей государственных органов по разъяснению государственных программ. Это у нас представители Жилстрой Сбербанка, представители Центра занятости, пригласили психолога, где любой желающий участник форума может обратиться и получить информацию. По окончанию форума состоялось награждение участников городского этапа национального конкурса Мерили-Отбаса. Лучшей была признана семья Бактагиреевых. Супруги признали, что победа в масштабном конкурсе стала для них неожиданностью. Глава семейства – известный дирижер, а его супруга Мирюеш – певица. Ерлан Бактагирей заявляет, что для него главное богатство – это дети. Многодетный отец уверен, что в каждой семье должно быть так же. Сегодня в Казахстане многие боятся иметь много детей. Я считаю, что это неправильно. Дети – смысл нашей жизни. Богатство жизни – это вовсе не деньги. Я желаю молодым семьям, чтобы они стремились к многодетности. Ведь дети – это смысл жизни, наше будущее и наше продолжение. Напомним, что общенациональный конкурс Мерили-Отбаса проводится несколько лет подряд. Он направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака. Родители карагандинских первоклассников впервые собрались вместе на республиканскую конференцию. В школе-гимназии номер 102 обсудили аспекты взаимодействия родителей и школы в деле воспитания детей. «Будьте примером для своего ребенка», – гласит название конференции. Работу по улучшению взаимодействия учителей и родителей намерены проводить специалисты отдела образования города. Ведь только благодаря совместным усилиям взрослые могут обеспечить благоприятную среду для развития школьников. Цель родительского собрания, можно сказать, что психологическая помощь родителям. Сегодня семейного института города Астаной прибыли люди, местные исполнительные органы. Будет говориться о проблемах. Мы все едино должны воспитать новое поколение патриотов, своей родины. Поэтому это надо начинать, конечно, с первого класса, с первых шагов школы. 8 сентября конференции родителей стартовали по всей республике. Первыми были приглашены родители первоклассников. Они отметили, что готовы поддерживать связь с администрацией школы и педагогами. Для многих из них конференция стала значимым событием нового учебного года. Да, я считаю, что конференции устраивать обязательно нужно для наших родителей, также для наших учеников, чтобы были примером. Мы были примерами наших детей. Конференция родителей продолжится вплоть до октября. Планируется охватить родителей учащихся младшего, среднего и старшего звеньев. Торжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Игра как способ знакомства и сплочения студентов. В Карагандинском государственном медицинском университете прошла интеллектуальная игра «Жолошар-2018». Самых находчивых, сплоченных и быстрых первокурсников наградили дипломами. Необычный способ ознакомления первокурсников с новым учебным заведением придумали в Карагандинском государственном медицинском университете. Квест-игра «Жолошар» давно стала традиционным событием для вуза. Выполняя различные задания, новоиспеченные студенты демонстрируют не только острый ум, но и умение работать в команде. Стоит отметить, что на протяжении двух лет данная игра проводится в рамках программы «Рухани-Жангру». Целью этого мероприятия является ознакомление студентов со структурой нашего вуза, это формирование командного духа, также развитие, можно сказать, лидерских качеств. В каждом вузе первокурсника легко определить по блуждающему взгляду в поисках нужной аудитории. Участники «Жолошар-2018» отмечают, что благодаря квест-игре им удалось запомнить расположение аудитории, лекционных залов, библиотеки и многого другого. По окончанию квеста студенты выдохлись, но признали, что получили массу впечатлений. Мы столько бегали по всем корпусам, кажется, недалеко. Когда на карте смотришь, а вот бежишь и думаешь, когда уже мы прибежим. По итогам квест-игры лучшими были признаны ребята из команды ЗКД. Им удалось справиться со всеми заданиями быстрее своих соперников. Эту команду отличал и ее состав. Если в остальных командах перевес был в сторону парней, то в ЗКД Данила Лекшин был окружен четырьмя девушками. Таким дружным составом они и одержали победу. Игра просто восхитительная, загадки непростые, сложные, но они взяли за душу. В игре приняли участие около 30 команд. Помимо призеров, дипломами наградили еще две команды. В номинациях «Лучший селфи на фоне университета» и «Лучший внешний вид команды». Токжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандзинский. Национальный день семьи отмечался 9 сентября. Мероприятие состоялось в Центральном парке Караганды на аллее, посвященной семейным ценностям. Мама-папа-я – дружная семья. Именно так звучит девиз карагандинских семей, принявших участие в мероприятии. Сплоченность и силу семьям пришлось показывать в ходе различных игр и викторин. Повеселились не только дети, но и взрослые. Хоккей с мячом, бег на скорость, преграды – это лишь малая часть игр. Победителям были вручены дипломы и памятные призы. Сегодня мы всей семьей пришли в парк. Как оказалось, здесь праздник. Мы решили принять участие. Я считаю, что подобные мероприятия должны проводиться как можно чаще. Праздник «День семьи» на аллее семьи, любви и верности проходит в городе впервые. Основной целью мероприятия стало укрепление культурных и семейных ценностей, отмечают организаторы. Глава государства учредил этот праздник. И вот сегодня карагандинцы, горожане пришли в парк, отдыхают. И мы тоже решили внести лепту в этот день. И при поддержке управления внутренней политикой Карагандинской области, ассоциации предпринимателей Карагандинской области, создали совместный проект. Создание аллеи семьи, любви и верности. Мы эту аллею вообще открыли в мае месяце, чтобы наши карагандинцы здесь отдыхали. Андрей Теншал, Карл Тунбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. По всей стране прошло широкомасштабное мероприятие «Фестиваль здоровья». В гонке за здоровый образ жизни приняли участие и жители Октябрьского района Караганды. Профилактика здорового образа жизни. Это понятие включает в себя физическую активность, рациональное питание и отказ от алкоголя и табака. Именно об этом ежегодно напоминает Управление охраны общественного здоровья. Сегодня «Фестиваль здоровья» проходит также и в нашем Октябрьском районе. Главная цель мероприятия – укрепление здоровья населения путем повышения активной деятельности. Жительница города Айгирим Сулейменова чувствует себя бодрой и полной сил не только сегодня. Она ведет здоровый образ жизни с самого детства и приучает к этому своих детей. Я учу своих детей оставаться здоровыми с самого детства. Элементарно делать зарядку по утрам. Я сама занималась боксом и хочу сына отдать на секцию бокса. Поэтому мы участвуем в подобных фестивалях. В рамках фестиваля специалисты провели консультацию и экспресс-диагностику для горожан. Отметим, что данное мероприятие способствует повышению осведомленности населения о преимуществах двигательной активности для здоровья. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Болгстер. Субтитры создавал DimaTorzok